Приветствую вас. Я, конечно, не знаю всей истории, вот, но мои знания об эпилепсии, они, не сказать, чтобы прям большие, не сказать, что прям огромные, но, насколько я знаю, эпилепсия это то заболевание, которое происходит приступами такими, вот, и... Соответственно, эти приступы, ну, в этих приступах, в этих приступах, человек проводит какое-то время, да, ему в этот момент, ему очень плохо, не по себе, вот, возможно, он себя даже не осознаёт, и всё, а в остальное время человек, как бы, абсолютно нормальный, вот, и, в общем, никаких сложностей с чем-либо у него не было. Нет. Вот, поэтому я не знаю насчёт эпилепсии, может быть, она у вас и есть, безусловно, но, что, что вы описываете, именно, вот, то, что вы именно описываете по своим, эээ, симптомам, на мой взгляд, на эпилепсию не тянет вообще, скорее тянет на перепады настроения, да, то есть, на низкий эмоциональный интеллект, скорее, это тянет, но никак не на эпилепсию. Вот, то есть, ещё, ещё раз хочу отметить, что я не являюсь, эм, врачом, но, исходя из того, что я знаю, эпилепсия, это всё-таки, немножко другое. Вот, и эпилепсия, опять же, как, и низкие, и прибавление настроения, это, в общем, вполне возможно вследствие невроза. Вот, вот, понимаете, эээ, в свою очередь, в свою очередь, невроз, это, ээээ, подавленные желания, эээ, подавленные нами желания. Вот, и, соответственно, если вы хотите с этим разобраться, то, нужно разбираться. То есть, нужно именно брать и разбираться с этим. Вот, я бы так сказал. Эээ, потому что, ну, по-другому, просто, вы не решите свои проблемы. Ну, вот. Это вот, то, что касается, непопредственно, насчёт, насчёт, эпилепсии. Ну, вот, того, что вы пишете по поводу эпилепсии. А, теперь, что касается, по поводу всего остального, да, это очевидно, что у вас, эээ, занижена самооценка, эээ, плюс, эээ, плюс, эээ, вы, эээ, как-то, вот, эээ, с мужем у вас отношения, ну, почему-то, эээ, сложились, эээ, совсем, эээ, никакие, эээ, совсем, вообще, эээ, ну, никуда у вас отношения с мужем, надо сказать. Так-то, так-то, по факту, вообще, эээ, должно быть, эээ, какое-то, ну, доверие друг к другу, так-то, по факту, по факту, должно быть какое-то принятие друг друга, да, и так далее. Вот. серьезно вам говорю, что это заблуждение, и заблуждение довольно серьезное, вот, потому что не будет он счастлив, ну, как бы более счастлив мужчина не будет, если от него уйдете, если он не счастлив сам по себе, вот. Поэтому здесь вот вы, возможно, опять же, да, возможно вы судите по себе, возможно, вы судите по своему какому-то опыту, вот, но здесь я вынужден вам сказать, что вы все-таки заблуждаетесь на эту тему, потому что не ваш уход, не ваше наличие не должно влиять на счастье, на счастье вашего мужа, если это действительно счастливый человек, по крайней мере. Вот. Поэтому его счастье, его счастье от вас, ну, не зависит, тем более, что у него есть дочь, и тем более, что дочь, она, как бы, ну, нуждается, она нуждается в внимании, она нуждается в любви, и, как бы, я не думаю, да, что это можно игнорировать. Вот. Примечательно, да, примечательно, что вы, вот, видите проблему именно в себе. То есть вот это тоже, на мой взгляд, довольно, такая примечательная история. То есть то, что раздражает вашего мужа, вы видите исключительно проблему в себе, то есть что это вы виноваты в том, что, ну, что это раздражает вашего мужа. Вы, не он, да, сам несет ответственность за это, а вы, и, на мой взгляд, это, в общем-то, еще одна серьезная ошибка, потому что, ну, к примеру, да, к примеру, вы просто, ну, болеете, к примеру, да-да, вам просто не по себе, и вы, как бы, ну, не виноваты в том, что так происходит, вы виноваты в том, что так произошло, и по какой причине вы берете ответственность на себя за, ну, за данную историю, за данную ситуацию, почему вы берете на себя это. Ну, вот, то есть, при чем здесь, как бы, вы, да, понятно, что-то вы делаете, конечно, что-то, что может быть мужу неприятно, вот, но раздражается он не из-за этого, а из-за себя, из-за своих собственных каких-то каких-то аспектов, вот. Другое дело, другое дело, если вы не лечитесь, да, вот, другое дело, другое дело, вот. Это другой аспект, да. Так что, смотрите сами, как я уже сказал, как я уже сказал, как бы, как я уже сказал, то, что эпилекция и ваше вот состояние, это не связано с, ну, то есть, это связано с подавлением ваших желаний, возможно, связано с нехваткой чего-то, с недостатком чего-то, с невдовлетворенностью какой-то, в чем-то, вот, и так далее. Понимаете? То есть, вы чувствуете себя обузой для кого-то, если вы чувствуете себя обузой для кого-то, значит, скорее всего, вы чувствуете себя обузой для себя, само. Если вы обузой для себя сами, ну, значит, скорее всего, вы себя недолюбливаете. Если вы себя недолюбливаете, значит, соответственно, вас будут недолюбливать и другие люди, потому что вы, ну, находитесь заранее в таком очень невыгодном для себя состоянии, невыгодном для себя положении и невыгодно выглядите для других людей. Вот. Знаете, также вызывает вопросы, также вызывает очень серьёзные вопросы, на мой взгляд, вот то, что вам не с кем поговорить, да, кроме своего мужика. На мой взгляд, это тоже достаточно серьёзная история. То есть, по какой-то причине вы оказались изолированы, ну, социально, да, то есть, я, конечно, не знаю всех, вот всех деталей я не знаю, да, всех нюансов, всех моментов, я не знаю всех моментов. Но я думаю, я думаю, что здесь, конечно, есть какие-то причины. Здесь есть какие-то причины, по которым вы вот так себя ведёте, по которым вы вот в такой, собственно говоря, позиции находите, по которой вы в таком положении оказались. Но нужно только, нужно только всё-таки посмотреть, как именно вы оказались в этом, ну, в этой позиции, в этом состоянии. И всё. И да, нужно определённое время, безусловно, нужно определённое время, безусловно, нужна определённая работа, вот. Но, тем не менее, тем не менее, работать, если работать, да, то работать, соответственно, с вами, вот. Я бы не сказал, что это, вот, прям, сразу, вот, что это сразу, прям, возможно, какой-то результат, эффект, вот. Но, тем не менее. А так, я думаю, вы, собственно, и своему, ну, вы своему мужу скажете по сути. Вот, вы, ну, вы, ну вы, вы можете, вы можете, ээм, твоему мужу сказать, что что вот вы сейчас работаете над собой, что вы там учитесь, что вы там отдаиваете новые навыки, там занимаетесь личным работом, ну к примеру, к примеру, да, к примеру, вот. Ну и, соответственно, вот, такая будет история. Что есть, что на мой взгляд, вам нужно вот в этом направлении как-то двигаться, а тут на мой взгляд вам нужно именно в этом направлении смотреть, вот, и в этом направлении уже что-то делать. На мой взгляд, по крайней мере. По крайней мере, на мой взгляд, в этом направлении вам нужно что-то делать, вот. И всё. А так, ну, на данный момент вы просто выступаете в позиции жертвы и всё, по сути. Вот. И если честно, я не думаю, что это хорошая и правильная, полезная для вас позиция. Вот. Так что, я думаю, как-то так, примерно. Можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Обратите внимание, что, собственно, и сам вопрос-то вы не задаёте. То есть, вы не спрашиваете, к примеру, нас, что вам делать. Допустим, вы не спрашиваете ни о чём, вы не задаёте никакого вопроса и запрос, не формируете запрос. Сами. Вот. А, на мой взгляд, это тоже будет о том, что вы, возможно, не готовы делать то, что нужно. то это не готовы делать то, что вам необходимо и так далее. Смотрите, смотрите, посмотрите с нами. Я полагаю, что выход есть всегда. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.